Сегодня часами у кухонной плиты простаивают либо законченные энтузиасты, либо люди навсегда отставшие от жизни. Современную еду достаточно просто подогреть и отправить в организм. Причем, чем сложнее кулинарная сторона вопроса, тем охотнее люди покупают продукт в готовом виде. Чемпионом популярности тут является готовая выпечка. Давайте посмотрим, как рождаются эти чемпионы. Недавно наша героиня Ольга заказала в кафе чашечку черного кофе и ароматный сдобный пирог с вишней. Все бы ничего, если бы официант не сказал посетительнице, что пирог был выпечен три недели назад. А сейчас его просто разогрели. А это пирожное выпекли вчера, но оно уже засохло. Нашей героине совершенно непонятно, почему одна выпечка засыхает почти сразу, а другая хранится месяцами и остается абсолютно свежей. Разобраться в хлебобулочном вопросе Ольге поможет Галилео. Отправимся туда, где выпекаются пироги-долгожители. Может, их готовят из особенного теста? Что там в него добавляют? По рецепту необходимы яйца, топленое масло, конечно же, мука, сахар и дрожжи. Пока ничего необычного. Получается традиционное сдобное тесто. После тщательного замешивания тесто помещают в вакуумный дозатор. Он разделяет сдобную массу на 20 идеально ровных кусочков. Из каждого получится пирог с начинкой. Но прежде чем лепить пироги, тесто нужно подержать в тепле, чтобы оно увеличилось в размерах или, как говорят кондитеры, подошло. Подходит тесто благодаря крошечным живым организмам – дрожжам. В природе этот полезный микроорганизм можно обнаружить на кожуре фруктов и ягод. Когда мы добавляем дрожжи в тесто, они начинают питаться сахаром. И превращают его в углекислый газ и этиловый спирт. Этот химический процесс называется брожение. Пузырьки углекислого газа увеличивают тесто в размере. Во время выпечки сами дрожжи погибают, а пузырьки газа расширяются и делают хлебную мякоть пористой и мягкой. Именно благодаря процессам брожения у выпечки появляется сдобный вкус и аромат. Первыми это заметили древние египтяне. Пять тысяч лет назад ветер случайно занёс дрожжевые споры в приготовленное египтянами тесто. После чего оно стало дрожжевым. Вернёмся на производство и посмотрим, что будет дальше. Когда тесто подошло, его аккуратно раскатывают и выкладывают начинку. Мы внимательно наблюдали за кондитерами, но ничего необычного не заметили. Пироги ставят в духовой шкаф и выпекают так же, как это делают наши мамы и бабушки. Ну вот, пироги уже готовы, а мы так и не узнали, почему они так долго остаются свежими. Постойте, а куда их отправляют? В холодильник? Так может секрет свежести выпечки таится в заморозке? Так и быть, Галилео откроет вам секрет. Оказывается, кондитеры и пекари прячут свежую выпечку не в обычный холодильник. Они подвергают вздобные пироги шоковой глубинной заморозке в особых морозильных камерах. Температура в них опускается до минус сорока градусов. Метод шоковой заморозки совершенно случайно придумал Кларенс Берцея 70 лет назад. Когда Берцея был в Арктике, он увидел, как только что пойманная рыба мгновенно замораживается в суровых льдах и на холодном ветру. А после размораживания вкус рыбы такой же, как у свежей. То же самое происходит и с выпечкой. Мгновенная заморозка при очень низких температурах консервирует и тесто, и начинку. Микроорганизмы, отвечающие за порчу продуктов, в таком холоде работать просто не могут. И выпечка остается свежей по нескольку месяцев. Иными словами, секрет свежести кроется в холоде. Интересно, а можно таким способом сохранить, например, свежий вид или отношения между людьми? Да, да, друзья, купить всегда проще, чем приготовить. Дело идет к тому, что скоро в новом издании книги о вкусной и здоровой пище каждый рецепт будет начинаться фразой «Возьмите кредитную карту, а дальше дело вкуса». Это для вашей безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова